Будда в городе. Подкаст. Ведана. В этой серии собраны теоретические разговоры, произошедшие на облачном ретрите Ведана. Хорошо, еще у кого есть какие отклики или вопросы остались. Здравствуйте, еще раз. Ну, я хотела сказать, что вот я ваш курс, Валерия, покупала еще два года назад, первый облачный ретрит. И как-то тогда я на четвертой неделе немножко затормозила. И потом, вот буквально восемь месяцев назад пришло ощущение, что именно я хочу как-то эту практику продолжать. И я по старым вашим записям восемь месяцев медитировала каждый день. И вот ваш курс, вот этот Ведана, который сейчас идет, как-то попал очень вовремя для меня. Я как-то очень, ну, сильно расширил что-то внутри. Вот какое-то наблюдение себя во многих состояниях. И у меня есть такой вопрос. Я стала замечать, как я часто раскакиваю вот этот момент контакта с близкими людьми от многих чувств внутри, от волнения, от переживаний, что надо что-то делать обязательно, чтобы были отношения. И вот этот момент тишины и пустоты какой-то в отношениях, он мне немножко, ну, много чувств вызывает и пугает в том числе. То есть я как будто бы заметила, что раньше я все время пыталась в этот момент что-то делать, чем-то заполнить эту всю пустоту. Потому что, ну, невыносимо как будто бы переживать этот момент. И вот сейчас... Ну, а все-таки чуть подробнее, что значит этот момент тишины и пустоты в отношениях, что-то что-то? Ну, так вот, вот, когда сталкиваюсь, я работаю с детьми, и когда я с детьми, ну, я на примере просто, когда я сталкиваюсь с ребенком непосредственно ВКонтакте, мне все время кажется, что нужно мне что-то обязательно делать, чтобы, ну, чем-то его разбить, что-то ему... Занять его чем-то. Да, обязательно как-то предоставить условия, создать все. И это на самом деле перенос на все отношения, в том числе и мужско-женские, ну, как бы партнерские отношения. И я на самом деле стала замечать, что я очень устаю от этого. И я понимаю, что это пустота в том, что вдруг ребенок молчит, я молчу, наблюдаю за своими ощущениями. И пытаюсь понять вообще, а что я-то в этот момент. Ну, и что происходит, что вы понимаете, что вы чувствуете? Много ощущений, много всяких разных состояний. Я достаточно чувствительный человек, и я славливаю и свои состояния, и как бы комфортно, мне некомфортно. Я очень часто пугаюсь, что мне может быть то, что раньше с этим ребенком и человеком нравилось заниматься, то сейчас я испытываю какой-то дискомфорт большой. Мне не нравится ближе подходить, мне не хочется до него дотронуться. Это связано, может быть, с каким-то просто моим внутренним состоянием. Меня это начинает пугать. То есть как будто увеличивается дистанция, как будто бы мне нечего ребенку предложить. А вы не пробовали ребенка спросить, ну, или другого человека вообще спросить? Пробую, да. Как сейчас? Ты как? Что ты хочешь? Что тебе хотелось? Нет, сейчас именно так и происходит. Просто это новый опыт для меня. Я понимаю, сколько много чувств внутри меня резонирует со мной, самой, в моем теле. И я понимаю, что мне самой собой иногда непросто удержать это все, как-то контейнировать внутри себя это все, при этом выходить на контакт. И вот у меня точно такое же есть ощущение с моими чувствами, когда меня затягивают какие-то неприятные переживания, особенно телесные. Я вот не знаю, как из этого выйти. То есть медитация как инструмент очень помогает, но не сразу, достаточно долго. Ну, здесь вот опять я вернусь к тому же, что я говорил уже в Ивере и Ане, что первая важная новость, что мы замечаем это, да, потому что как только мы это замечаем, у нас появляется некий путь. В смысле, что он, может быть, пока не ясен, но появляется некое пространство, что, окей, мне нужно делать какой-то выбор, да. Вот дальше уже просто как бы здесь важно не теряться в этом, да. Просто вот то, что мы еще вырабатываем в себе важные качества из какого-то набора тех качеств, которые тренируются в формальной медитации, это определенная, ну, толерантность к неизвестности, да, но в том смысле, что, окей, я вижу, что сейчас я в некоем состоянии, каком-то несбалансированном, может, да, вот как-то много чувств, что еще. Я еще не знаю, как с ними быть, но я уже осознаю, что это есть, но мне окей, что я еще пока не знаю, как с этим быть, да, но у меня есть знание, что в любом случае я найду этот путь, я просто если я не пойду. Да, и вот это мы как-то потихонечку-потихонечку, опять же, тренируем в наших этих практиках. Дальше вот опять здесь более-менее то же самое, что я уже говорил предыдущим ораторам, что мы начинаем просто высматриваться в это исследование. И таки, знаете, как вот нам важно вот это еще качество любопытства, да, то, что, опять же, я не так часто встречаю в традиционных преподаваниях, да, в традициях. Мало кто обращает внимание на интересы любопытствуют. Я вот покажу, что это только в основном в дзену встречал как раз у некоторых учителей, что внимательность – это не просто вот эта вот такая созерцательность как бы никакая такая, да, вот я смотрю и все, а я исследую, я замечаю, я интересуюсь вообще этим процессом, да. Само это, сам интерес, он уже каким-то образом заряжен, он снимает вот часто это какое-то, ну, вот это, такую, как бы это назвать, напряженность, напряженность жертвы. Вот так я бы сказал, что как бы вот меня эти чувства захватили, я не знаю, что с этим делать, я меня не вот держу, да. Ах, отпустите меня, отпустите. Так как я часто вспоминаю тоже одну историю, которую рассказывала моя знакомая, у нее это было в измененном состоянии сознания по поводу там, ну, было изменено состояние сознания с помощью там шаманских веществ в Южной Америке. И там у нее какой-то был диалог с духами, и она какой-то испугалась, что ее что-то держат, что ее держат эти что-то. И она такая, значит, ой, отпустите, отпустите, а ей, значит, эти духи говорят, сама отпусти, дура. Понимаете, что вот кто кого держит, непонятно, да. И вот это вот, когда мы чувствуем, что что-то такое, часто это вот как-то что-то внутри сцепилось, тут очень непонятно, кто кого держит, ну, это взаимное держание, да. Но вопрос, как нам с этим быть, да, вот, собственно, а как отпустить-то? Я бы рад отпустить, да как? Ну, дальше вот, мне кажется, здесь, во-первых, любопытство помогает это самое, да, когда я начинаю всматриваться, и я начинаю задавать себе вопрос. Окей, я осознаю, что кто-то держит, или меня, или я, или мы вместе держимся, сцепились. Ну, дальше что? Как? Как? Но вот этот вопрос, он может начать вести куда-то, да. И дальше у нас, опять же, есть набор инструментов, которые, вот, почему, собственно, ну, я все-таки считаю полезным нам проходить какие-то, какими-то этапами, не просто вот насиживать время, как это делается в традициях, там, да, например, дзамбуддизм. Вот сидишь, там, десятками лет, и когда-нибудь поймешь. А все-таки используют какие-то инструменты. Вот почему веданно сейчас я использую, да, предлагаю, что? Потому что это инструмент, да, когда мы, окей, я это переживаю так-то, как я, на что, на какие ниточки я могу разделить свое переживание, да, начать его больше исследовать. А если это с самим собой происходит, да? Опять, второй вопрос, вот то, что я Ане предлагал, когда у нас есть просто чисто технические вещи, которые помогают. Это дыхание, удлинение выдоха, его расслабление. Это просто действует упокаивающе на нервную систему. Это заземление, просто ощущение опоры физической. Это видение открытого пространства. Это все нам помогает приходить в более сбалансированное состояние. просто физиологически. Это работает через восприятие, ну, какое-то на нервную систему действует. Это такие инструменты, которые всегда помогают. Главное их освоить просто. Они помогают в том случае, когда они становятся нашими, когда мы их хорошо отрабатываем внутренне. Вот. Второй момент, если это вот как раз соцсетей отношений, то тут, ну, мне кажется, опять же, когда отношения, то нужно всегда иметь в виду этого человека. А что он? А как я с ним? Как ребенок этот, взрослый, кто бы то ни был? То, опять же, здесь такая некая вопросительность, интерес, проявление интереса. Да, вот. Не только что ко мне, как я сейчас в этом, а что между нами? Как мы сейчас в этом? Да, как, помните, в фильме, там, Pulp Fiction, криминальное чтиво, они там сидят в баре, и вот она говорит, что, ну как, ты тоже не любишь эти паузы неловкие, да? То есть она как-то спросила его, да? А как тебе в этой паузе? Как тебе в этой паузе? Вот когда это возникает, мы всегда можем как бы так вот, ну, ты как сейчас? Ну, здесь важна определенная, конечно, естественность. Это всегда очень контекстуально. Вот какой вопрос сейчас задать этому человеку? Сколько этому человеку лет вообще? Ну, там, пять лет, десять, двадцать, девяносто. От этого зависит. От контекста ситуации. Но какой-то такой вопрос, проверяя, как ему, что ему хочется, что ему не хочется. Комфортно ли ему в этой паузе тишине, когда мы ничего не делаем? Потому что, ну, вот это вот стремление, ну, я очень тоже понимаю ваше, ну, вот то, что вы сказали, что вам хочется заполнить эти паузы, или хотелось раньше, да? Вот чем-то нагрузить, какой-то активностью, давайте делать это, давайте делать. Потому что как раз, ну, как будто страшно остаться в этой паузе, в этой тишине, тогда непонятно, что же делать. Но эти паузы важны вообще-то, ну, как мне кажется. Я просто вспоминаю из своей жизни. Я, ну, был женат, и у меня было сразу двое готовых детей. Когда я пришел в семью, там уже было двое готовых детей. То есть мне не нужно было там как-то участвовать в их воспроизведении. Но в воспитании я участвовал. И вот моя жена, она очень была активная такая, еще до меня, потом немножко так усмирилась в жизни со мной. Но до этого, и она очень так воспитывала детей, значит, что она их хотела, что они на этот кружок, на этот, на этот. И у них вся жизнь была вот такая, все заняты во всех кружках, в кружках каких-то, значит, занятий, туда-сюда развивать их, развивать, развивать. Я помню, значит, она, и все время они, значит, бегали куда-то. И я, значит, девочка, значит, она качается на качелях, сидит просто. Ну, а мама, значит, такая вся взмыленная, сбегает. Так, что ты сидишь? Давай, нам начинает кружок. Давай, давай, скорее. Я такая, мама, могу я, как нормальный ребенок, пять минут покачаться на качелях? И вот для моей жены это было таким каким-то сигналом. Стоп. Может быть, я что-то делаю не так. Что-то, может быть, снизить этот ритм. Может быть, паузы нужны. Пауза в ничего не делании. Пауза в молчании. Пауза в каком-то просто восстановке. Пауза в просто пребывании друг с другом. Без какого-то занятия специального. И эти паузы, действительно, получается, что они важны для нас. И когда мы сами с собой, когда мы друг с другом. Опять же, если у нас есть тенденция заполнять это чем-то, она, понятно, что она с чем-то связана. С кем-то, может быть, внутренним страхом и так далее. И проходит какое-то время, прежде чем мы находим в этом определенное удовольствие, определенный покой, какой-то определенный смысл тоже. Что вот с человеком можно просто сидеть, молчать, и это хорошо оказывается. Что пауза не обязательно будет неловкой. Что пауза может быть наполненной, глубокой, какой угодно. Но это, опять же, постепенный путь к этому переживанию. Здесь важно, значит, почему мы делаем формальные медитации сами с собой. Потому что, действительно, нам нужно научиться потихонечку сначала с собой делать эти паузы. Я с собой, и в этом я нахожу определенные удовольствия и какое-то переживание полноты, глубины. А потом, так же это может происходить с другими. Почему вот, ну, для меня важно, например, время от времени делать ретриты живые, когда мы сидим все вместе в одном пространстве, молча, и там что-то происходит. Что-то очень-очень важное как будто. Как будто встреча какая-то на каких-то других уровнях, не заполненная разговорами. Там разговоры, это прекрасно, они нужны нам, они там, ну, вот этот вот контакт с какой-то чем-то другим, да, когда мы просто сидим в молчании, и мы знаем, мы присутствуем сами, мы знаем присутствие других, мы это чувствуем, переживаем. Какая-то встреча вот и в тишине в молчании происходит. Очень важный такой момент, очень про нас, про людей тоже, по какой-то глубину. И мне кажется, это очень может быть важным ресурсом, но к этому постепенно, постепенно мы можем лекаться. Спасибо большое, хотела сказать этот курс. И тоже за медитацию мета, тоже очень сильно как-то мне откликается. Такое ощущение, что мой ржавый контейнер там начинает как-то скрипеть и раздвигаться. И я чувствую какую-то широту внутри, действительно наполненность. И мне легче воспринимать как бы все, что по-другому как-то фокус восприятия немножко меняется. И это очень как-то мне отражается и на мне, и на моем состоянии, и на как бы на том, как я что-то делаю. И ВКонтакте это тоже очень помогает. Как раз помогает тоже не спешить в отношениях, как раз. И у меня меньше тревоги становится, тревожность понижается. Спасибо Вере, я хотела сказать, потому что я такой человек, то, что я вышла сейчас, ну как бы в эфир, для меня это такое событие. А Вера, мне очень приятно, что вы задаете вопросы, и они мне тоже очень созвучны. И я как-то через вас тоже много что для себя открываю. И когда Валерия отвечает, тоже как бы получается, что мне попадает то, что нужно. Спасибо. Спасибо, Нина. Можно я вот мне хотела ответить? Вот у меня тоже на самом деле был вот такой опыт, причем с очень близкими людьми, когда вот возникает вот эта тишина, да, и в ней как бы очень страшно остаться. И вот лично я для себя могу поделиться, что мне помогло. Причем я сделала это всего буквально вот пару раз, и человек этого не заметил. То есть так как мне одной было все-таки сложно, это вот какими-то методами, я как бы так подстроила, что человек рядом сидит, он даже занимается чем-то стоимом, там в планшете лазит. Я взяла вот, не знаю, оставила себе в гуще, и я прошла буквально вот настройки Валерия в присутствии этого человека. И вот у меня какой-то некий блок, вот эта вот, какая-то вот эта вот напряженность, скованность, да, что вот ты рядом с этим человеком, и ты не делаешь чего-то вот, вот тот страх чего-то конкретного, а ты просто рядом находишься, да. И он почему-то снялся. И самое интересное, что он меня не только рядом с этим человеком вообще снялся. Вообще он как-то стал проще, мне вообще стало проще общаться с людьми. И чему я еще очень благодарна вас померю, тем, что все наши встречи, вот вы начинаете с вот этой настройки. Вот у меня была какая-то просто патологическая боязнь камеры, мне нужно на самом деле общаться с очень многими людьми через пять, у меня вот как бы такая жизнь отдаленная от других. И мне это очень-очень было тяжело. А вот прожив, вот каждый раз проживая вот нашу настройку, да, вот перед камерой, каждый раз я понимаю, что вот только я села, это было уже совершенно невыносимо, я сижу, меня видят. И тогда, когда вот я первый раз начала говорить, да, на камеру, это было, если честно, это был просто дичайший какой-то страх, что вот меня видят, меня слышат, а потом еще в записи, первый раз, когда я видела меня в записи, у меня две недели просто депрессия, что как так, меня куда-то там выложили. Вот, а потом стало как-то проще, знаете, если я даже иногда вообще не смотрю, что там, это вот, что же там, как оно выглядит, как это ужасно. Вот, вот, на самом деле, вот я к чему говорю, что вот эти вот настройки, которые сама пройти тяжело, да, вот, вот если есть какая-то уместность, да, вот там, где вот вы именно встречаетесь, да, с людьми, может как-то взять, один раз хотя бы попробовать, вот включить их в ушах, вот настройки Валерия, он как бы проведет вас, да, через эти состояния, а потом может быть вообще, так как реально сам Валерий не может участвовать, да, но вот в таком виде. Ну, может странно, что это, не знаю, как, как реально. И вам, Валерий, да, у меня появилось больше свободы вообще в общении с близкими, с далекими людьми, как-то вот проще общения, меньше скованности. Именно потому, что вот эта напряженность, да, вот в отношениях с людьми, она как бы была расслаблена в процессе настроек. С одной стороны, ты чувствуешь себя, когда выстраиваешь центр, ты себя ощущаешь, свою личность, да, вот. С другой стороны, когда ты расслабляешь вот контуры, да, вот мышцы, ты как бы снимаешь некоторое напряжение относительно того, что вот, а как же, как же, как же она тебя посмотрит, как же это будет, как же, ну, тут какой-то вот этот момент, он расслабляет и становится больше свободы. Спасибо. И я давно хотела уже вот предложить участникам, да, вот, больше, больше рассказывать, потому что, на самом деле, когда читаешь отклики, не так много передается, как можно увидеть, когда человек это рассказывает вживую, да, и это на самом деле очень интересно видеть, как другие переживают что-то, потому что находится вот много обликов из себя, много видишь, и вообще, ну, это интересно видеть созвучность, да, вот, того, что и другие люди рядом идут, они переживают, может такое, может другое, это вот очень интересно, и когда оно вживую, оно более живое, более яркое, более так вот, ну, ну, больше живости, да, вот это, и меньше бояться, вот, мне кажется, нужно как-то первый раз попробовать и меньше бояться, не знаю, мне кажется, так больше эффекта присутствия, чем когда все сидят, один говорит, как-то вот, я кажется, больше так, ну, я не знаю, насколько Валерию это удобно, да, что если все будут больше выражать, но там по времени я понимаю некоторые лимиты, ну, мне кажется, так, больше живости в общении, больше передачи вот этого опыта, вот оно через слова тоже передается, бывает так удачно, вот эти, свои переживания выкладываешь, ты реально чувствуешь, вот он написал это, чувствуешь, как он в это прожил, но все равно реальнее, когда вживую, так вот, оно тоже не совсем вживую, в поживую, да, но все равно есть эффект. Ну, да, это, конечно, здесь просто мы сталкиваемся, действительно, во-первых, по временем, с лимитом по времени, ну, и, во-вторых, все-таки я тут стараюсь как-то учитывать, ну, у каждого свой темперамент, у каждого свои какие-то, ну, вот, свой способ существования в этом, да, кто-то активен, кто-то не очень, поэтому я тут стараюсь не настаивать, и как-то каждый-каждый сам там себе решает, как ему удобнее. Окей, давайте сейчас я тут, тут, ой, так, что-нибудь, извините, так, чат, 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 что-то написали, так, Жанна, просто был Дориц, до встречи в Киеве, да, спасибо, Жанна, надеюсь, встретимся. Оксана, а, вот, чай, готовность чайника, да, это по поводу, вот, вопроса Ани, что важно, чтобы чайник, чайник готов был бы воспринимать тебя как учителя, да, ну, здесь, опять же, здесь важно не как, может быть, как раз, когда, здесь важно оценить какое-то отношение, в каких мы именно отношениях, если это мама, понятно, что там специфические очень отношения, много там своих зацепок, ну, соответственно, вот, если мы все-таки начинаем от контекста, да, вот, что, ну, зацепляемся за какую-то конкретику, то там нам не обязательно быть, ставить себя в роль какого-то учителя, да, это просто, как, скорее, такая вот дружеская поддержка в этот момент, да, вот, исходя из контекста, там, разговора, какой-то проблемы, тогда, так, ну, и, собственно, и все, а, тут, ну, дальше Надин благодарится, да, всем спасибо. Можно еще сказать? Да, да, кто это? Да, Оксана. Да, девчонки говорили по поводу расслабленности больше, Вот, я абсолютно соглашусь. У меня случилось то, о чем даже не было запроса моего собственного. Я раньше очень тяжело принимала решения, и у меня было в этом очень много напряжения. Мне казалось, что вот какое я решение вот приму, вот от этого, ну, как-то охренительно, очень много зависит в будущем. А эти два месяца мне показали, что иногда жизнь просто каким-то образом идет, и каким-то образом все-таки само все случается. Ну, само важное. Вот важное, оно как-то само все случается. И часто даже нет необходимости вот сесть и принять какое-то решение. Часто решение принимается просто, вот, видишь, ты понимаешь, что тебе это нужно, ты принимаешь решение. Хотя вчера ты об этой возможности даже не догадывался, что она у тебя будет. И в связи с этим стал проще взгляд в будущее. Нету какого-то страха перед будущим. Потому что ты понимаешь, что завтра, возможно, будет та возможность, о которой сейчас ты даже не предполагаешь. Да. Да, это очень важно. Ну, это, собственно, опять же, почему мне близок этот подход замбуддизма, что он об этом. Мы действительно возвращаемся в это присутствие, стараясь больше это осознавать, что сейчас есть. Вот те возможности, которые есть сейчас. Какой-то выбор. Не заглядываешь очень... То есть мы можем что-то планировать, конечно, это часть нашей жизни плана. Но как-то отдавай себе отчет, что придет новая информация, новые возможности. И сейчас я не могу это решить точно. Да, вот как-то умение, опять же, ждать. И какая-то там, ну, опять же, некая толерантность перед неизвестностью. Да, что мне окей, что у меня сейчас неполная информация, я не знаю, что будет в будущем. Но есть моя жизнь сейчас. Какое-то переключение своего, какого-то вообще модуса жизни, что ли, в большей степени в это. Я здесь, я это переживаю, а будущее позаботится само о себе. То есть какое-то более спокойное отношение к этому. Спасибо. А можно я тоже скажу? Да, Оль. Или как, по времени? Скажи, скажи. Я тебя тоже хочу поблагодарить, и тебя, и всех. Хотя я первый раз часто увидела вот в этом вот коммуникации. Вот, но вот от начала до конца иногда, ну, как бы я проявлялась в группе, иногда нет. И для меня это тоже был огромный опыт. И если совсем свести до смысла, то было несколько точек. И первое, это про расширение, потому что я практикую, ну, медитацию в каком-то своем формате уже достаточно долго, и я привыкла об этом слышать какими-то словами. Ну, они отформатированы там тибетским, русским, но это все время какой-то контекст, ну, там, тибетский в частности. И когда я слушала тебя, ну, что ты мне предлагал, например, да, там, через как практиковать, то есть я вдруг столкнулась с тем, что, ну, вот у меня включилась свежесть и расширение за счет того, что это другие слова, которые наполняются смыслом уже того, который у меня случается в практике. И это было удивительно, потому что сначала мне было очень некомфортно, например, оценивать свое состояние. Ну, то есть, ну, я много лет как бы, ну, как-то туда не смотрела. Ну, то есть есть просто переживание, есть его интенсив и моя способность пропускать его, то есть насколько я могу быть с этим. А здесь, ну, вроде я же правильная девочка, надо выполнять туда. Это вот, значит, плюс, это минус. И у меня был ряд инсайтов за эти дни о том, что вначале это было некомфортно, а потом это вдруг стало еще одной дверью. То есть я вдруг увидела через эту штуку, что это вот как перед зеркалом тоже я у тебя сидела на ретрите, и я увидела, что все мое внимание, оно в отражении. И оно настолько там, что я как бы забываю, из кого я смотрю и кем я это созерцаю. И вот этот, вот это реле-речажок, а как у меня там, да, то есть я вдруг поняла, что это стало еще одной опорной точкой, и не теряя как бы контакта с тем, от чего я это проживаю, я понимаю, что я ежесекундно на самом деле чувствую только себя. И как бы, в общем-то, то, что я есть и дает возможность, это как бы неотделимо. И в этот момент у меня такое произошло, как будто какие-то слепые части подсвечиваются. Это было первое. Дальше само вот это вот плюс-минус дало, ну, еще раз мне понимание, я прям увидела какие-то части, где я выбираю одну сторону и не хочу идти в другую. И когда я принимаю другую сторону, то как бы происходит расширение на весь диапазон, ну, и по сути я могу этим управлять. То есть такая, как сказать, метафора вот этого эквалайзера, то есть в какой-то музыке можно вот так, а в какой-то так. Вот. И отдельная штука, огромное тебе спасибо за вот эти вот, то, что можно творчески, ну, проявляться, да, при том, что я иногда сильно не попадала там по времени и по форматам. Поэтому это убрало идею возможности даже продумать вначале, как я буду проявляться. То есть вот я посидела там пять минут времени, я выкидываю этот стих, а у меня была девочка внутри, которая вот все должно быть очень правильно, красиво, и не дай бог обосраться на людях. Ну, то есть это вообще невозможно. И раз за разом я такая, ну, там, не знаю, посидела, выложила, посидела, выложила. Я вдруг поняла, что, ну, как бы я отследила четко часть, которая стоит и говорит мне, что сейчас, ну-ка быстро собралась и сделала все хорошо. И я стала допускать вот эти точки сначала у тебя в группе, вот, просто выложить, ну, и фиксим, что там опечатка, да. А потом я стала пробовать это, ну, вот сейчас я, например, пробую рисовать, да, возвращаться к рисованию. И если где-то, например, в медитации мне достаточно спокойно пропускать какие-то штуки, и даже когда человек что-то делает, я прям могу его вместить, я увидела, что когда я сажусь рисовать, и вот эта часть моя начинает говорить, что там, не знаю, ты не можешь, брось это делать, я вот это вообще не держу, то есть я там проваливаюсь в какие-то штуки, ну, как бы прям совсем детские, то есть это какое-то такое прям откатывание. И за вот эти два месяца, ну, реально у меня сейчас получается рисовать без идей, и это происходит как в аутентичном движении. Я вдруг вижу какой-то цвет, какие-то булькоту своего ума, и я проживаю какие-то истории в этом. И я понимаю, что первой точкой, ну, была эта группа, где я писала маленькие там какие-то стишки о том, как это есть, ну, по сути, просто вот, ну, я так проявилась, и все. И отдельное огромное спасибо просто за то, что вот эта группа была, и я чувствовала все время на фоне дикого интенсива моей жизни, что есть вот островок каких-то людей, которых я даже не знаю, но там по определению тепло, и эта опора, она была где-то все время, то есть я прям знала, что раз, а там люди медитируют, и это так круто, просто. Спасибо большое тебе и всем, и я надеюсь, дальше буду немножко проявляться. Спасибо, Боль, спасибо всем за это тепло в группе. Вот здесь, значит, вопрос еще. Сейчас, что-то у меня не открывается. Когда следующий подобный курс ждать? Ну, вот если вы имеете в виду ведомо, вот конкретно, то, ну, не знаю, не скоро, я думаю, не раньше, чем через год. Просто я сейчас свои вот эти вот ретриты, если вы заметили, я их выстроил в определенной последовательности, она действительно последовательность, то есть, ну, как я это вижу, то есть, она происходит из, ну, вот, как бы, там я вижу, у меня есть там определенная логика, да, что мы проходим от одного к другому, и есть развитие одного навыка, который, как бы, насаживается на другой. Они, в общем-то, ну, как бы, самодостаточные, я считаю, и можно проходить просто отдельно эти ретриты сами по себе, и дальше просто двигаться в конкретной, может быть, практике или в конкретном направлении. Но у меня есть в этом логика всех этих ретритов внутренних, вот. И поэтому, ну, как дальше просто, если вам хочется идти самой дальше там, двигаться, то я приглашаю просто на следующие там программы, если вам интересен такой подход и в моем вот таком, в моей интерпретации. Вот. Еще хочу сказать здесь последнее что-то, вот, какой-то завершающий уже, что, ну, вот, когда мы сейчас старались отмечать эти приятно-неприятно, вот это веданно, да, то неизбежно мы замечали разные элементы сознания, да. И вот, опять же, как я говорил уже, в принципе, вся эта идея базируется на, там, старом буддийском тексте Сатипатана Сута, где, которая, собственно, переводится как четыре осознанности, четыре фундамента осознанности, да. И первый, там, это просто телесная осознанность, да, вот мы обращаем внимание на телесное ощущение. Второе, это вот это веданное, это как раз распознавание тональности переживания. Третий, это, собственно, как раз элементы сознания, да, а из чего состоит мой опыт, да, то есть там, там же и образы, и мысли, и какой-то внутренний диалог, как это абстрактное мышление, и вот эти ощущения, и все это, и чувства, все это, все это какие-то элементы моего опыта. И даже если мы стараемся отмечать что-то одно из этого, да, вот как раз тональности ощущений, мы неизбежно замечаем о другое, да. И вот, соответственно, вот две наши последние недели, где мы как раз старались отмечать, ага, вот как мой образ взаимодействует с моими чувствами, переживаниями, как это выражается в ощущениях. Мы просто больше начинаем, собственно, для чего все это? Мы просто больше начинаем понимать себя, да, какое-то устройство себя. Вот, и дальше в этом устройстве начинаем распознавать эти элементы, и, знаешь же, вот все-таки я считаю, что самое большое распознание какое-то, глубинное, это то, что я, это некое пространство переживаемого опыта, и пространство дает некую свободу, и из нее мы начинаем действовать. И какой-то уже практический результат, вот, собственно, то, о чем сейчас говорили, это как мы действуем в мире, как мы проживаем эту жизнь в отношениях с миром, с людьми, с вещами, вообще с своей жизнью какой-то, да, с ее разными элементами, как мы творим себя, как мы творим свою жизнь, проявляем себя. Вот, и, соответственно, дальше, вот, если говорить о какой-то пути, каком-то путешествии внутреннем, то, ну, вот, следующие элементы того, как раз, что я предлагаю, они будут касаться в большей степени такой, ну, вот, этики, да, этики как качества взаимодействия с жизнью, с миром, с другими людьми. Из чего это рождается? Я считаю, что там во многом это рождается из сочетания наших внутренних историй, обусловленностей, наших вот этих телесных переживаний, да, чувств каких-то, которые рождаются в этом, и определенной осознанности, да. Естественно, если мы будем больше базироваться на осознанности, то наше, ну, какое-то поведение в жизни, оно может быть другим, естественно, как-то потихонечку меняться, да, вот, поэтому, если говорить о дальнейшем, то, ну, вот, следующий такой ретрит, он, наверное, самый необычный такой, это мы, когда мы смотрим, будем смотреть фильм, вот, этот сериал как пример, как рождается, из чего рождается наше действие, да, вот, там есть это сочетание, в буддизме это называется клеша и карма, да, вот, клеша – это как определенные состояния, которые приходят, захватывают нас, и которые фактически накладывают определенный, ну, как бы, фильтр восприятия, да, если я, например, разозлен, я смотрю из своей злости, если я раздражен, я смотрю из своей раздражительности, если я нахожусь в каком-то любящем состоянии, я смотрю через фильтр любви, если я нахожусь в нейтральном состоянии, в каком-то спокойном, расслабленном каком-то, ну, именно нейтральном, я смотрю из этого, это всегда фильтры некие, да, и вот дальше происходит выбор, из чего я хочу смотреть, а когда я смотрю, это, ну, как бы, подталкивает меня к определенному действию, и это уже вот то, что называется карма, карма – это действие, да, в переводе с санскритом, то есть некое действие, которое, опять же, порождает новое состояние, новое действие и какую-то мою судьбу фактически, да, мою историю по жизни, да, как я создаю свою жизнь, вот, и просто этот фильм, он, ну, для меня он такой очень яркий, показательный, он там, там много жестокости, много крови, но, как бы, это жанр такой, но вот, в всяком случае, как метафора, он работает, но и плюс мы будем там нитировать, поэтому, если вы хотите, вот, соответственно, дальше уже, на следующей неделе мы начнем это, если там нет, то, значит, а вы, Петров, прощайте, как Иванова, до свидания, Сидор, до свидания, а вы, Петров, прощайте, вот, то есть каждый уже решает сам как-то. Окей, а, значит, что еще? Ну, в общем, это все, наверное, я, у меня такой есть ритуал тоже на каждом ритете, я в конце выкладываю в группе, это специальный пост будет, я его опять сделаю, что я забираю с собой, вот, поэтому там мы можем написать, что вот важного мы получили здесь, в этом пространстве, и что бы хотели перенести дальше, в дальнейшую свою жизнь, вот. Давайте мы чуть посидим немножко, сделаем паузу, тут вопрос нервным, этот фильм не противопоказан, но, не знаю, мы будем медитировать и отслеживать свое состояние, в принципе, это может быть тоже такой вопрос, ну, какой-то такой тренировка нервов, тренировка как раз этой вот определенной уравновешенности, в триггерной ситуации. Так, еще, значит, тут вопрос, сейчас давайте закончим. Очень благодарна вам за курс трактата, очень важно было общение, медитация, поддержка группы, вас как... Все, спасибо большое, Наталья, спасибо. Окей, все остальные там отзывы, благодарности, давайте писать в группе, давайте сейчас чуть-чуть посидим, просто вот придем опять к телу, к дыханию, почувствуем опору, какой-то свой центр дыхания. Одновременно с этим можем послушать окружающий мир, пространство, одновременно с этим видеть его. Сколько время побыть в этой тишине, какой-то... Даже тишине, наполненной звуками. Внутренней тишине, наполненной ощущениями, чувствами, мыслями, может быть даже. Одновременно это все пространство, в котором все происходит. Затем мы можем посмотреть, может быть, вот на тех, кто видим здесь, открыть глаза, если они закрыты, посмотреть на тех, кто присутствует, и послать какой-то луч добра. Будьте счастливы. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Здоровья вам. И всяческих успехов в жизни. В общем, мы оставимся в любом случае на связи, если будет ли это продолжение в виде ретрита, или в группе Облачная Сангха. Чтобы не теряться, для многих действительно это некая поддержка. Вот, как Оля сказала, что есть люди, которые медитируют. Где-то они там есть. Всегда они есть. И мы можем это вспоминать, и как-то проявлять себя тоже, вот как Вера говорил, да, проявлять, слышать друг друга, там, писать, что-то, быть вместе. Спасибо вам за эту совместность, и надеюсь, до следующих встреч. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok